Самые важные финансовые вопросы открыли повестку заседания. Об исполнении бюджета прошлого года и изменении в денежных планах года текущего отчитался Сергей Щербинин. Как выяснилось, финансы в городе вовсе не поют романцы. План наполнения казны в 2015 году был выполнен на 102%. Основную прибыль в бюджет по-прежнему вносит курортная деятельность. Впрочем, по одному поводу сгрустнуть департаменту финансов все же приходится. Долги по налогам физических лиц за землю и за транспорт перевалили за миллиард. На 1 января 2015 года недоимка составляла миллиард 24 миллиона. На 1 января 2016 года составляла миллиард 74 миллиона. Она не выросла, так как другие принципы образования. Но, тем не менее, динамика все-таки отрицательная. То есть в этом году есть над чем работать. И проанализировав структуру недоимки, четко могу сказать, что там действительно есть резервы. При всем при том, доходная часть бюджета этого года корректируется на 52 миллиона в сторону повышения, заявил Щербинин. Депутаты одобрили поправки. Тем более, в этом году социальная направленность бюджета сохраняется. Это самая большая статья расходов. Оттуда и возьмут деньги на реконструкцию школы номер 88 в селе Верхняя Беранда. Аварийным здание признано еще 4 года назад. В этом году оно было окончательно закрыто на реконструкцию. От 232 ученика вынуждены перейти в другое учреждение в поселке Якорная щель до окончания работ. Реконструкция это только так называется. На самом деле на территории ныне действующей школы строится новое здание с детским садом. Школа на 200 мест и детский сад на 40 мест. Было начато строительство за муниципальные деньги. Вложено порядка 40 миллионов. Мы каждый год с 2013 года пытаемся войти в краевую программу, как собственно говоря и в этом году. Для того, чтобы мы завершили строительство, реконструкцию школы Верхней Беранда составляет более 236 миллионов рублей на сегодняшний день. У нас в бюджете уже мы утверждали в пределах 17 миллионов рублей. Теперь мы сегодня утвердили изменения в бюджет 35 миллионов рублей. И ожидаем из края еще после финансирования о том, что Ольга Николаевна говорит. Если край предоставит средства, это позволит покрыть половину затрат на реконструкцию учебного учреждения. Целесообразность расходов, а также просьбу о временном переводе детей из аварийного здания в соседнюю школу депутаты поддержали единогласно. Еще один вопрос, который из-за юридических проволочек решить без одобрения депутатов оказалось невозможно. Атаман Черноморского казачьего общества обратился в администрацию с просьбой о передаче движимого имущества. Инвентарь казакам необходим, чтобы и дальше нести службу на благо города. Это стол складной, раскладушка, сейф, шкаф для документов, холодильник, термоход и прицеп. Зачем казачеству такой, по меньшей мере, странный набор, объяснил заместитель атамана депутат Владимир Давыдов. Задачи казачества возрастают. Не только МЧС, не только гражданская оборона, не только безопасность. Естественно, у нас полевые сборы. Вот я был. Огромное спасибо администрации, вам. Потому что все в достойных условиях. Все-таки должно все быть по-человечески. Поддержали депутаты и решение о слиянии МУП «Сочи Автотранс» и «Лазаревская Автотранс». Все финансовые обязательства по лизинговым сделкам, а за обновленный перед Олимпиадой «Автопарк» город все еще рассчитывается, берет на себя сочинское предприятие. К принятию еще одного вопроса приглашаются все желающие. Свои предложения о внесении изменений в устав города Сочи можно будет высказать на общественных слушаниях. Они состоятся 14 июня в 15 часов в зале заседания городской мэрии. Елена Авсицына, телекомпания ФКТ.